Ранняя пташка София появилась на свет на 30-й неделе. И первыми эмоциями молодой мамы при виде полуторакилограммового комочка стали не радость, а страх и ужас. Выхаживание и реабилитация недоношенных – процесс небыстрый. Мы до года проходили каждый месяц. На Льва Толстого лежали две недели дома, две недели в больнице и так целый год. Потом уже начали выезжать в другие регионы. Москва, Питер. Наблюдаемся. У Ирины Константиновны Шишкиной до года наблюдались глазки. Ну, в общем, полтора года нашей жизни были больницы, больницы и центры реабилитации. Мы все перенесли и, в общем-то, на данный момент у нас все это продолжается. Мы стараемся, чтобы все было получено в дальнейшем. Раньше рождения ребенка на 28-й неделе беременности считали выкидышем. Таких малышей не выхаживали. Сегодня в специально оборудованных кювезах, как в теплицах, дозревают крохи от 500-800 граммов. Благодаря современному оборудованию выживаемость таких малышей увеличилась в разы. Внимание действительно уделяется. Это и национальный проект здоровья, и это модернизация здравоохранения. Это строительство 30 перинатальных центров, один из которых строится на базе областной детской больницы, где будут применяться новейшие технологии для выхаживания именно, для принятия именно преждевременных родов и применения новых технологий для выхаживания недоношенных детей. Для того, чтобы эти дети были у нас полноценными членами нашего общества. Помимо неврологических заболеваний, среди недоношенных детей одной из самых распространенных патологий считается ретинопатией. Она встречается у каждого пятого малыша. В основе этой болезни недоношенных лежит незавершенность формирования глазного яблока сетчатки и ее сосудистой системы. Зачастую таким малышам требуется специальная операция. В 2016-м Ульяновская областная детская клиническая больница получила грант на покупку высокотехнологичного оборудования для проведения лазерной коагуляции сетчатки. Если вовремя его не выявить и не провести, в некоторых случаях положена лазерная коагуляция сетчатки, тогда, к сожалению, неизбежна ее отслойка, и тогда ребенок может полностью ослепнуть. Поэтому приобретение нового оборудования лазерного коагулятора, которое позволит нам производить лазерный коагуляцию недоношенным деткам, пока они еще находятся в перинатальном центре на выхаживании, к счастью, позволит нам сохранять зрение многим деткам, не выезжая за пределы нашего региона. Помимо реабилитации и выхаживания недоношенных детей, важная задача медицины сегодня – сделать все для того, чтобы пролонгировать беременность и предотвратить преждевременные роды. Одним из направлений работы нового перинатального центра, который начнет действовать уже в 2017-м, станет сохранение и продление беременности до естественных сроков рождения. Екатерина Мазуряк, Олег Тоншин, репортер 73.